Итак, всем привет, с вами ДопГ, мы начинаем играть за Японию в Кайзер Шизу. Вышло обновление на Японию, немножко поменялись фокусы. Я играл за Японию только в Кайзер Райх, поэтому я думаю, можно как раз заценить Японию в Кайзер Редуксе с новыми фокусами. Но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем приводить нашу Японию к вечной славе. Поехали! У нас было 10 лет депрессии, в общем-то страна немножко была грустной, но сейчас мы точно восстановимся. Я, кстати говоря, начал уже сразу продавать наше снаряжение, потому что это, ну, невероятно сильная механика. Обязательно стоит продавать их вначале, чтобы бустить свою постройку. А еще мы, кстати говоря, получаем бафчик от городов Китая, это неплохо. К сожалению, на английском на данный момент Япония, русифицировали ее еще не бесплатно пока что, только на вплата какой-то версии. И я думаю, мы справимся на английском пока что просто сыграть. Здесь сильно проблем каких-то мне это не доставит, вам, надеюсь, тоже. И вот наша Маньчжурия, которую мы по-чего-нибудь будем развивать, получать с нее ресурсы, экономику. И попозже под ней мы в теории будем контролировать Китай, но посмотрим. И у нас уже совсем скоро будут новые выборы. И планирую я внезапно защищать демократию в Японии, насколько это вообще возможно в Японии местной. Потому что мы, в принципе, вот такими путями каким-то играли до этого, до этого было много диктатур, давайте попробуем сделать демократическую, насколько это возможно в Японии. В Японии есть достаточно новый интересный выбор, короткая война, либо долгая война. И короткая война дает нам скидки на производство. Причем такие солидные, 10% пехотка, артиллерия. Тут у нас еще атака пехоты, защита, заплайгрейс. А здесь у нас, смотрите-ка, танки. То есть если мы идем в лонгвард, то у нас бафаются танки. Причем неплохо, плюс сопережение, плюс 10 софты. Зато получаем мы плюс 100. И, кстати говоря, вот это вот в среднем сильнее, чем вот это, потому что, ну, 10% статов в пехоте чаще всего намного сильнее, чем 10 софты танкам. Так как в пехоте у вас очень много обычно. В связи с вами, намного интереснее. 10 харнеса это хороший баф для моторизованных и механизированных единиц. Здесь у нас новый темплейт. Не знаю, зачем это нам нужно. Мы и так можем его сделать из сотка опыта. И уменьшается стоимость диссиджингов на варплане. То есть у нас, видимо, какие-то будут военные планы против стран. Что, в принципе, Япония и делала, и по каким-то планам она работала. А вот здесь, смотрите, уже интереснее. Один слот исследований. Но только на один год. Очень странно. Опять-таки, смотрим сюда. Тоже как будто, блин, хотелось бы мне вот пойти сюда, потому что звучит логично, что лонгвар как будто интереснее. Но все бонусы мне больше нравятся, если честно, короткой войны. Кроме каких-то супер уникальных. Потому что 10% скидка на все снаряжение. На авиацию 5% на скидка. Места опыта, которого в этом моде и так очень много. Какие-то бонусы против стран. Видите, тут плюс разведанные, плюс атака, парорыв. Это все намного-намного интереснее. Единственное, по воздуху мы вот здесь вот получаем небольшие бафы. А здесь, типа, вот еще вот эти верхние дополнительные. Не думаю, что это стоит того. Тем более, что здесь как раз и бафается именно агилити для наших истребителей. И не бафается атака для наших штурмовиков. Неинтересно. Ну и слушайте, здесь тоже, видите, такой прикол. Выбор либо более дорогие, но чуть более сильные. Либо просто на 10% дешевле. И 10% дешевле это сильнее. Потому что здесь чуть-чуть усиленных кораблей хуже, чем 11. Нет, чуть-чуть усиленных. Потому что эти 10% на самом деле мало. Поэтому начинаем пока флот. У нас закажутся два авианосца и два линкора. А потом пойдем в вот эту вот 10% на скидку. Потому что это очень сильно. Ну и потом будем идти по политическим. Пока что их просто нету. И до нас доходит черный понедельник. Ну, ожидаемо. И внезапная миссия из Норвегии. Они хотят нам продать конвои. Слушайте, давайте возьмем. Просто чтобы потом их самим продать. И наша партия имеет абсолютное большинство. Вот 51%. Это очень близко, кстати говоря. И у нас хватает политики на мобилизации экономики. Конечно же, это нажимаем. И продолжаем строить фабрики. Нам их надо много. Пока что, да, у нас все еще политический фокус недоступен. Поэтому берем себе успешную скидку. И у нас убили премьер-министра. Черт возьми. Инцидент 15 мая. И мы назначаем какого-то парня заменить его. Сузуки Кисабуру у нас теперь появляется. И у нас дебаты по безопасности. Акт национальной безопасности у нас теперь фокус готов. И смотрим, кто победит. И мы должны принять этот закон, чтобы радикализм не появился. И да, он должен защищать нашу демократию любыми способами. Акт будет принят. И хотелось бы взять короткий план, но нет. Давайте все-таки пойдем в длинный план, как говорится. Размер имеет значение. Возьмем все бафы на авиацию, на танки. Пойдем в какие-нибудь танки. Посмотрим. Я думаю, без разницы концептуально. Потому что мы так или иначе сможем победить в этой игре. Но попробуем вот так. Потому что здесь есть какие-то решения по развитию. Мне кажется, они могут быть прикольными. Мы можем получить бафы, когда что-то сделали. Звучит прикольно, потому что так или иначе мы это что-то сделаем. Смотрите-ка, в бусане какие-то у нас переговоры с корейцами. Давайте попробуем посмотреть, что они хотят нам предложить. Я думаю, нам стоит все-таки японизировать. Да. Корею. Это однозначно. Скорее в Японии. Нужно поставить колониальности, либо сделать это частью империи. И разрешим им, да, работать в каких-то госслужбах. Они часть нашей Великой Японии. Демократической. Но я вот думаю, у всяких лидеров движения за независимость надо все-таки оставить внутри тюрем. Они представляют опасность нашей демократии. И успешно мы договорились, стабильность подняли. Мирно они остаются в нашем составе. Прелесть. И пятнадцатый инцидент. У нас тут проходит суд над теми, кто участвовал в убийстве премьер-министра. И страна сходит с ума нашим. И убили нового премьер-министра. Опять. Опять синдикалист. Опять. И ранил, и рана оказалась смертельной. И у нас сейчас нестабильность в нашей стране. Да, вакантный офис. Приходит туда Орентара. Император поддерживает наше государство. Да было давление. Наконец-таки свет в конце туннеля. Мы благодарим нашего императора. И смотрите, когда мы смогли. Мы прошли сквозь весь этот путь. И теперь защищаем наше конституционное правительство. Но все, что вы видели, было сном. Потому что я подумал, что партия, которая у нас побеждала, была немножко не той партией, которую я хотел бы видеть. Здесь есть вот такой вот выбор между двумя. А я как-то не обратил внимания. Подумал, что это общая демократическая. А мне вот левая больше нравится. Потому что это такая именно добрая демократия. А правая это какая-то демократия элита. А мы, конечно же, хотим построить максимально демократическую страну из Японии. Поэтому попробуем пойти сюда. Мы поэтому не дали большинству получить вот этой партии. И у нас теперь через некоторое время происходит вот это. А у нас есть централисты и есть те, кто хотят восстановления. Видимо, я так понимаю, каких-то прошлых времен. В остальном все примерно так же. У нас также бусанские договора происходят успешно. И у нас страна немножко сводит с ума. И у нас убивают очередного министра, как это и было до этого. И вот это, я так понимаю, важный выбор. Император не поддерживает тогда государство. И можем либо с ним согласиться, либо сказать, что он немножко попутал. Давайте узнаем оба варианта, что дают. И была попытка восстания. Ко старственного переворота, я бы даже сказал. Но император сказал, что те, кто делали путь, плохие люди. И флот мобилизовал своих моропехов. И быстренько они со всем справились. Спасибо богу за наш флот. И таким образом мы приходим к чему? К централистам. И армия получает намного большую роль в нашем государстве. В таком вот случае. То есть это как раз и центральный путь. Это сон очередного премьер-министра. Премьер-министров много, снов тоже. И поэтому берем вторую опцию на минус стабильность. Смотрите-ка, у Османов мало денег. И они решили продать в Ираке нефть. Да, это может быть невероятной для нас возможностью. Я, кстати говоря, очень удивлен. Неужели это действительно приходит в Японию? Или это просто рандомные страны приходят? Как будто да, может, следующая Украина. Я не знаю, как Османы связаны с Японией и Украиной. Так что да, конечно, мы соглашаемся. И получаем себе, ну, слушайте, неплохой источник нефти для Японии. Японии всего не хватает, нефть в том числе. И демократия смогла победить. И, в общем-то, опять была попытка переворота. Но император их тоже не поддержал. И всех жестко-быстро накрыли. И теперь они обсуждают, как стабилизировать текущее государство. И вот теперь у нас разблокируются вот эти вот фокусы. Только пока что еще никто вообще не победил. И опять интересный выбор. Мы можем пойти с партией, которая этот акт и выдвинула защиту нашей демократии. И перейти в авторитарную демократию. То есть все ради демократии и закрытие свободы ради демократии. Но нет. Мы идем в истинную японскую восточную демократию. Мы хотим выборов. И у нас говорят, что наши офицеры занимаются пытками. Но нет. Впрочем, выбирается у нас теперь маркет-либералисты. В общем-то, ребята именно с демократией. Либо мы можем пойти в то, что мы до этого шли. Но я думаю, смысла через вот такой путь идти сюда нету. Вы можете намного дешевле и быстрее сделать его по-другому. Не переходя вот всю эту ерунду. Поэтому мы, конечно же, идем вот сюда. В нашу истинную демократию. И мы открываем себе эти фокусы. Не занимаемся другими военными пока что. И начинаем мы с чистки госслужащих. Потому что у нас двух премьер-министров, черт возьми, убили. Надо все-таки разобраться с этой угрозой синдикалистов. Мы такое себе позволить не можем. Смотрите, мы можем только самых худших убирать. И тех, кто свои ошибки признает, в общем-то, оставлять на постах. Либо вообще не брать никаких шансов и почистить жестко всех. Ладно, мы демократия и мы верим в искупление. Кроме корейских националистов, конечно же. Которые хотят отделиться от Японии. Такое мы не одобряем. Поэтому вот так. И мы отделились от вот этих авторитарных демократов, которые, в общем-то, недемократичную демократию хотели. И теперь давайте расследуем всю коррупцию в нашей, собственно, стране. Немножко эта стабильность прошеднет, но это должно быть сделано. Теперь у нас новое название партии. Национальный альянс. Прекрасно. Смотрите, у нас есть интересное еще решение. Если мы делаем фокусы. Видите, национальные фокусы армии. Мы получаем все бафчики. Если мы делаем, если это какое-то снаряжение, то мы получаем все еще бафчик. Если мы строим военные заводы, получаем плюс скорость исследования. И если мы делаем еще какие-то модернизации, не знаю, что это. Видимо, вот эти как раз все три решения. То мы получаем еще дополнительный баф, который, кстати, не так плохо действует. Население это хорошо. А еще это у нас мерчится. Все это как раз таки все из-за того, что мы пошли в длинную войну. Что уже веселее на самом деле. Теперь она выглядит не такой плохой, отстающей. Я, кстати, хотел бы пораньше получать себе бафное исследование, поэтому достраиваем две фабрики, потом строим военные заводы на это решение. Получаем фабрики с фокуса. И сейчас получаем слоты. Для нас слоты очень важны, потому что их на самом деле не так много. Но это у нас временно. Попозже у нас будет реформа наша земельная, в которой мы тут очень много всего получим на самом деле. И промышленности, и каких-то ресурсов, и слотов самое главное. Так что он все еще впереди. И в России пошла гражданская война опять. Причем главное здесь именно обычно какая-то околодемократическая Россия. А тут всякие Савинков, Корнилов. Это уже именно восставшие ребята. Так что, скорее всего, они не победят, потому что у них нет фокусов. Это не основные, не главные ребята. Но это займет очень большое время, и Россия вряд ли станет сильной. Что для нас, кстати говоря, выгодно. А здесь, кстати говоря, побеждают красные в этой войне в Китае. Что тоже на самом деле интересно. Не сказал бы, что это нам выгодно или не выгодно, но скорее всего да, потому что они достаточно слабые, по крайней мере, на яишке. И вводим теперь законы о сохранении мира. И отправляемся от нашей нестабильности. А там падение вены, смотрите-ка. Это у нас, да. Пришел у нас ШИЗ в Австрии. И в России тут все любопытно, скажем так. Да, не смотрите, они объединились все. И будут сражаться против одной России, у которой всего 10 заводов. По промышленности ситуация выглядит очень грустно. Посмотрим, как что будет на самом деле. О, смотрите-ка. Американская, да. Американская страна. Соединенные Штаты Америки. Разрушена. Можно ничего не делать. Можно забрать гуам, можно забрать гуам и заклаймить еще больше. Конечно же. Нет, слушайте, у нас уже открылся ленд реформа, у нас еще раскрылся вот это. И здесь на самом деле очень сильный баф на 5 капа. И немножко стабильности. Это круто. Ретеншн относительно. Есть реформа и есть наша имперская слава. Которая на самом деле тоже дает нам очень жесткие бафы. Но начнем мы, наверное, с ленд реформы, потому что ее бы сделать пораньше, конечно же. И вот мы достраиваем наши нужные военные заводы. Прекрасно. И на фоне американской вот этой вот войны мы получаем в Китае намного больше влияния. Но не остановили британские права. И нас даже не спросили. И сразу же первый фокус у нас это еще один слот. Нам действительно было бы неплохо еще поисследовать что-то из авиации. Лота у нас много чего нам нужно сделать. А вот и наше решение на скорость исследования. Прекрасно, кстати говоря. Да. Дальше будут, видимо, еще улучшения. И черт возьми, это очень вкусно. На самом деле я все-таки не ошибся с выбором. Если я построю еще себе 5 военных заводов, я себе смогу бафнуть еще 2,5 исследования. Нужно. Так что опять достраиваем здесь фабрики и потом военные заводы делаем. Ведь на самом деле фабрики нам очень выгодно строить, потому что у нас потом будет много дебафов на... Точнее бафов технически. Минусов к этому вот темпу. И вот наше решение на как раз таки земельную реформу. Давайте всем этим заниматься. А, можно только по одной делать. Ну ладно. У нас тут я попытался сделать что-то с мандатом этим. И у нас... Тут не совсем получается. И так грустно. Хотя вот эта фигня пропала и снова появилась. Как будто все-таки что-то в этом есть. Смотрите, у нас есть выбор заебаться, работать, что даст нам немножко ресурсов, что как будто прикольно. Либо самостоятельно. И, черт возьми, да, мы будем делать это самостоятельно. Мне можно дувать власть в руки каких-то корпораций. Ну и что, пожалуй, это все для первой серии. Наша Япония процветает потихоньку. Хотя еще, конечно, до полного процветания далеко. Развиваемся мы активно. И идем к великой японской демократии. Ну а с вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичьи, скорых пусть. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.